Вопрос первый. Какое у вас впечатление о нашей бандитской территории? По крайней мере ничего особенного я не заметила. С оружием понятное дело, так по Киеву тоже лазит немало количество народа с оружием. Иногда даже устраивают перестрелки. Не работают банки, не работают магазины, но так это бывает и в областных центрах, в украинских стоит от Киева, чуть-чуть от Киева. Не настолько, я вам так скажу. Не работают некоторые банки в мирное время, лучше бы они действительно не работают. Особенно то количество и то качество продукции, которую они выдают якобы. По большому счету, на сегодняшний день от неработающих банков пострадали только люди, которые получали по карточкам деньги. Все. Социально незащищенные условия населения на пенсионерах. А как вы, кстати, решаете вопрос с теми генераторами, которые сейчас остались без наших средств к существованию? Или это вопрос не к вам, потому что вышла администрация? Получается, что к нам. Не всегда всякая администрация, особенно те администрации, которые 23 года ничего не делали, они, естественно, и сегодня не готовы перестроиться к тому, чтобы хоть что-то производить полезное в своей деятельности. Поэтому был создан гуманитарный батальон, который занимается именно таким вопросом. Вон дебилы уже пишут. В 22.00 общение прекращайте, а то за нахождение в кафе сам Алексей Мозговой повелевал пороть. Ну а что сказать городом, а? Психиатра все-таки очень мало. Да, да. Психиатрия еще в очень, очень большой, так сказать, долгу. Да. Это правда. Комендант сейчас, он только в плюс. Естественно. Дети меньше шаряются по улицам. Милое дело. Вы знаете, здесь дело у нас даже не в детях. Здесь дело в том, что уровень преступности, если взять сейчас по городу, то по некоторым категориям он просто много. За период, в течение нескольких дней, да, они собрали наркотиков по городу больше, чем органы внутренних дел за несколько лет. Ну так, если есть цель действительно собирать наркотики и изымать их, это одно, они и соберутся. А если есть цель крышевать и зарабатывать на этом, так понятно, что там нужно собрать-то. Тех, кого крышуют, тоже собирают. Ну вот это с вами речь. Менты всю жизнь работали на крышевании наркоты. В Киеве они и продолжают заниматься всем тем же самым. Вот по дороге мы ехали из Луганска в Антивск, и мы видели же автоблокетный забор. Наверное, тоже на фарбы собирали. А что вот это за ветряки мы видели? Да, новая станция, когда мы построили новую передвойную буквально. Да. Но работают, крутятся? Работают, все положено. А кому это принадлежит? Ну, как вы думаете, кто на то время получал финансирование, послушайте, на развитие малого и среднего бизнеса? Естественно, те, кто получали эти деньги, зашили, таким способом развить свой маленький ветряковый бизнес. Вот есть такое мнение, что, в принципе, ЛНР, ДНР могут только воевать, и людей, которые здесь способны что-то развивать, создавать и так далее. Вот есть вам что надо сказать? Потому что, если бы мы не были способны что-либо создавать, мы бы не создали эту бригаду. Потому что создавалась она самостоятельно, без чьих-либо приказаний, указаний. Да, просто как раз и говорится о том, что кроме как воевать, ничего... Воевать так сложно. Это понятно. Поэтому и создавать пришлось, прежде всего, военизированное подразделение. Если бы не было, естественно, бы вся эта энергия и мозги были бы направлены в другой рот. Создаем в случае свои такие вещи. Институция Республики Новороссия. Вот. Вот. Благодарю. Да. Но я считаю по-прежнему, что институция должна быть последним шагом. А сперва гражданское право. Не соглашусь. Нет. В Луганске мы слышали мнение, что ополченцы недовольны перемирием, поскольку считают, что на тот момент, когда оно заключалось, были все возможности для развития наступления. ВСУ, например, не сильно хочет, судя по настроениям. То есть у них нет особого желания воевать. Здесь, в другой области вообще, вот прежде чем продолжать эти боевые действия, необходимо понять и принять для себя их важность во всем этом процессе. Мне кажется, изначально меня поделало мозги сначала включать, а потом уже заводить БТВ. Ну да, не получилось сейчас. А что касается, вот я говорю, перемирия, которое якобы кому-то нравится, кому-то не нравится. Не нравится, да. Не нравится потому, что нет завершенности процесса. То есть такая открытое поле, там, где неуютно каждому. Неизвестно, что ожидать завтра. Поэтому необходимо сейчас включать мозги еще больше, чем в начале. Если мы не хотим додолбить себя друг другу до конца. Ну конечно, видеть конечную цель, кто еще хочет. Совершенно правильно. Мы, судя по всему, в Киеве конечную цель видим только в своем уничтожении всего дома. К сожалению, по-моему, не было еще ни одного момента, когда какая-нибудь батарея отказывалась стрелять в автонитку. Потому что что? Не было. Потому что приказов не было не стрелять. Правильно? Даже если подписали в Минске какие-либо соотношения, но тем не менее обстрелы продолжаются. И те же артиллеристы, как в былые времена исторические, не отказываются эти приказы игнорировать. Они их исполняют в точности. И не важно там. Есть понимание о том, что власти в Киеве не совсем адекватны. Но артиллеристы это ВСУ или Носгвардия? Да и те, и другие. И вот это лакростроение, что им говорят о Донецке, им виноваты во всем, что здесь было в последние годы. Вот кто-то тянет, тянет, тянет на вот этих низменных чувствах. Ну как это кто-то. Все неизвестны наперечем. Дядя Витя это вообще неповторимый ублюдок. Точно так же, как и Ефремов, как и Королевская, как и Тихонов, как и все остальные. Но только почему-то та сторона воспринимает нас как их защитника, как будто мы боремся за их интересы. Хотя это абсолютно не так. Ну мало ли кто, чего думает сейчас. Я вот знаю массу публики, которая прыгала на Майдане, а теперь вот говорят, блин, нас разбили, зря мы это делали. Вот до народа никак не доходит, что как можно кого-то гнобить только за то, что у него сегодня вот такое мнение. Да он завтра пять раз все разумеет, получит другую информацию. Потому что нас приучали любить начальника, каким бы он ни был. А выборы у нас всегда проводили по симпатичности. Да, да, да. И вообще я начальник, он дурак. Хотя любой начальник любого ранга всего лишь исполняющий свои обязанности. Все. И наша задача смотреть, как он их исполняет. Или хвалить, если он их правильно исполняет, или же критиковать, если неправильно. Если у него что-то хорошо получается, молодец, плохо получает, дружище. Тебе надо немножко подкорректировать свои действия какие-то. Нет, у нас наоборот все. Или мы слепо всем любим, хороший или плохой, или мы слепо ненавидим. То же самое. И хоть хорошего, хоть плохого. Я просто приехала пообщаться с людьми. У меня нет никаких полномочий. У меня нет никаких там властно-распорядительных полномочий. Я не занимаю никакую должность. Я просто человек, который вообще ни на каких постах не пребывает. И просто приехала пообщаться. Какой разрыв шаблона у народа. Враг народа прямо. Что в принципе может сделать каждый. Любой. Абсолютно. Но почему-то им что-то мешает. Приедьте, посмотрите сами. Народ вот тут пишет. А вот как насчет пленных? Расскажите, кто у вас тут сидит в казематах? И готовы ли поменять там на кого-то другого? Завтра можно познакомить. У нас один человек есть. Мы его выходили как положено. После боя. Тяжелейшие родения были. Глаз потерял. И что? И что? Теперь он пишет стихи. Посвящает нашей бригаде. Вот так? Да. То есть больше пленных нет? Достаточно. И никуда уже не собирается, да? Нет. Он домой хочет, конечно. Но я хочу передать его лично его родственникам. Но вот такие случаи тогда. Я на эту даму ненавижу. У тебя елка где-то есть? В Луганске? Что ж? Это елка. Новогодняя. Да раньше еще. В Луганске мы видели. Уже стоит. Но еще не нарядили. Мы даже фототехники сделали. У нас тоже готовятся новогодние мероприятия. Конечно. Сейчас готовим мы несколько тысяч новогодних подарков для детворых. Соответственно, будет елка в городе как положено. Ну как вообще это все приносилось? То есть в ладере как-то там налогообложение или еще что-то? К счастью, мы, скажем так, учитывая то, что мы все-таки войсковое подразделение, мы стараемся не лезть в управление тех или иных финансов, которые связаны с городскими и гражданскими делами. Почему? Потому что мы таким образом даем возможность проявить себя тем, кто сейчас встал в руля. Это раз. И второй момент. Это мое уже личное мнение. Никогда человек с автоматом не может конструктивно действовать как оно направлено. То есть? Очень интересный вопрос. Никак на нас это выглядит. Никак на нас. Никак на нас. Ни разу не получали вещи? Ни разу не видели. Все, что мы наладили своим трудом, своими мозгами, то мы и имеем. Что касается упоротых, допустим, выплат пенсии и всего остального. Извините, если бабушка, дедушка заработали эти пенсии 20 лет тому назад. Не давать им эти пенсии, это геноцизм. Это понятно. Выплачивает пенсионный фонд в свое время со своих зарплат. Так будьте добры, вы теперь должники. А то время по нему возвращают. Мы заехали в город. Первый вопрос, который нам задали пара пенсионеров в магазине, прямо на въезде в город. А почему медкомбинат платит на очередь, а нам пенсии не платят? Почему? Почему Мозговой ничего с этим не сделает? Я спрошу у Мозгового. Отвечаю на поставленный вопрос. Потому что у Мозгового, во-первых, нет для полномочий. Это раз. Во-вторых, если сейчас заводу перекрыть все возможности для работы, значит останутся без заработной платы 10 тысяч рабочих этого завода. Соответственно, без средств существования 7 этих рабочих. Потому что зарплату им хоть платят? Да. Естественно, останется без, скажем так, 14 тысяч рабочих. Это практически ежемесячное хорошее вливание денежной массы в город. Правильно? Которое дает своеобразный оборот уже торговли внутри. И так далее, и так далее. То есть, как ни крути, но то, что он платит налоги этот завод еще в Киев, да. Это необходимо решать. Но не на храпом и не каким-либо волевым решением. Вести переговоры. Совершенно раз. Не махая шашкой. Иначе можно только навредить и уши поотрубить. А вот вы спросите у гражданской власти, почему она недорабатывает. Они объясняют даже такие элементарные вещи собственному населению. Потому что и этим дает возможность пиариться на таких вещах всяким глобным гауном. Поэтому вот доработайте вот в этом отношении. Объясняйте больше свою позицию. Дело в том, что я неоднократно предлагал представителям гражданской власти быть немножко прозрачнее, чем есть на самом деле. Иначе ждет та же судьба, что и предыдущая власть. Прозрачность вообще основа любого. Даже процесс принятия решения должно быть виден на видимой стороне. Чтобы люди видели, о чем говорят, что говорят, о чем договариваются, какой результат может быть достигнут. И так далее, и так далее, и так далее. И тогда будет меньше домыслов, слухов, а соответственно и недоверия. Людям надо дать механизмы решать свои вопросы сами. Вы не можете пользоваться дебилоидным украинским гражданским законодательством, потому что оно феерически дебилоидное. Оно не позволяет людям решать свои вопросы. Любое правосудие в Украине – это обыкновенная финансовая афера. Здесь сидят люди, которые за бабло сажают безневинных людей или отпускают виновных. А что они еще там делают в своих судах? Как и в принципе любой из опорных пунктов милиции. Вот именно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok